Итак, огромный привет моим любимым подписчикам и всем, кто заглянул по теме видео. Как вы поняли из названия, сегодня буду рассказывать вам о том, как же попасть в Корею в 2021 году. Ну, думаю, моим подписчикам это не очень интересно, но тем, кому это прямо сейчас вот горит эта тема, очень важно. Я думаю, это видео будет для вас очень-очень полезно. Итак, да, поскольку я сейчас сама нахожусь в стадии подготовки визы, я просмотрела очень много информации, зачитала весь сайт Дадыр, сайт посольства, поэтому мне есть что рассказать, есть чем поделиться. Эта тема сейчас очень активно обсуждается в сети, много разной всякой дезинформации, поэтому давайте вот конкретно расскажу вам то, что я знаю, ту информацию, на которую вы можете полагаться. Итак, начнем. Если вы не являетесь гражданином этой страны и не имеете какой-либо долгосрочной визы, то попытка туда проникнуть, это все равно, чтобы попытаться бревну проскочить, значит, в игольное ушко. Разобьетесь на щепки, не факт, что попадете. Авиасообщение между Россией и Южной Кореей было восстановлено с 27 сентября, то есть фактически самолеты летают. Лететь можно, как писала одна из моих подписчиков, типа, в чем проблема, можно же лететь. Ну, она, видимо, не знает, что такое иммиграционное законодательство, что, конечно, лететь ты можешь, но не факт, что тебя пустят. Нужно же все-таки предъявить определенные документы, чтобы попасть на территорию страны, а не просто понюхать дверь аэропорта. Ну, в общем, как-то так. Попасть действительно очень сложно. Для корейцев тоже есть такой вопрос, можно ли корейцам сейчас попасть на территорию России? Попасть можно. Для них авиасообщение возобновилось на прежних условиях, то есть они свободно, без визы могут попасть на территорию нашей страны. Единственное, что им нужно, это тест на корону, взятый методом ПЦР, ПЦР-тест на коронавирус. Вот, это все, что нужно, чтобы попасть им в нашу страну. Для нас безвизовый режим не возобновился, и визовый, туристический режим также не возобновился. То есть, если вы мечтали попасть сюда как турист, то эта тема пока вообще закрыта. Откроется ли она? Большой вопрос. Об этом я порассуждаю в конце видео, потому что это не такая тема важная. У некоторых есть дела посерьезнее. У кого-то рушатся какие-то планы, связанные с этой страной, планы, связанные с обучением, с заработком. У кого-то рушится личная жизнь. Я получаю огромное количество писем на эту тему. В общем так, формально лететь можно, попасть трудно. Сейчас можно попасть туда только при наличии каких-либо виз, в основном долгосрочных виз. Оставили лазейки они в основном те, которые в их интересах. То есть, сохранилась возможность студенческих каких-то контактов, связей, обменов. Это студенты по обмену, а также коммерческое обучение. Ежегодно тысячи и тысячи людей прилетают туда учиться, естественно, за деньги, за большие деньги. Это очень выгодно для страны, поэтому въезд для студентов открыт. Если вы заключаете договор какой-то на обучение, проплачиваете обучение, готовите все документы, получаете студенческую визу, вы можете туда попасть сейчас. Дальше рабочие, деловые контакты. Это тоже в интересах страны, поэтому это возможно. Если у вас есть какое-то приглашение от компании по работе, от корейской, то на основании этого вы можете оформлять рабочую визу и туда по рабочей визе ехать. Также по-прежнему доступен въезд для этнических корейцев, в которых есть этническая виза. Ну, я думаю, они об этом знают. Они об этом знают в первую очередь. У них нет с этим никаких проблем. И, что касается личных отношений, всяких, да, виза жены, брачная виза, то это тоже возможно. Если у вас уже заключен брак и он легализован на территории обеих стран, то чисто теоретически с помощью своего, так сказать, муженька или жены корейской, вы можете собрать пакет документов на визу супруга, то есть по визе сейчас въезд. Вот. Какие-либо другие варианты невозможны. Итак, необходимым условием для въезда на территорию Южной Кореи в 2021 году является первое, наличие визы. Второе, согласие на изоляцию, на 14-дневную изоляцию. Тут важно дополнить, что изоляция будет осуществляться либо в учреждении, предоставленном государством, и это обойдется вам порядка 2000 долларов, либо же вы сами заранее должны подыскать квартиру, в которой вы будете изолироваться на время карантина. Да, кстати, по теме билетов. Если у вас все готово, вы хотите лететь, но вам кажется, что нет билетов, вы посмотрели их, нет, как же так, билеты на самом деле есть, просто сейчас рейсы не такие регулярные, как это было раньше. Просто смотрите, если на нужную вам дату не нашли, смотрите на другие даты, там обычно есть такой календарь, где сразу расписано, на какие даты там есть билеты и цифры, и стоимость этих билетов. То есть билеты есть, сейчас можно лететь и туда, и обратно, ну я вот живое доказательство, я же прилетела, я здесь, значит, все работает. Вот, что еще интересного? Сейчас доступен только перелет Москва, Ничон, Ничон Москва, то есть все жители Дальнего Востока, Приморский край, там сейчас нет авиасообщения, и поэтому у многих сейчас геморрой, потому что жители именно той части нашей страны чаще всего перемещались между этими нашими двумя странами, и сейчас им нужно лететь через Москву, то есть лететь назад в Москву, чтобы потом опять лететь обратно вот так вот в Корее. То есть раньше только близко, раз там меньше двух часов, по-моему, лететь, да, а теперь вот в Москву лететь, и из Москвы потом еще девять туда, то есть делать вот такой вот огромный крюк. Это, конечно, неудобство, и многих сейчас это отталкивает от перелетов. Да, несколько слов по теме, еще по теме въезда корейцев, граждан Кореи, на территорию нашей страны. Это тема, которая волнует очень многих девочек, с которыми я общаюсь в сети, потому что их парни в Корее, и поскольку они еще в стадии, ну, как бы не женаты, у девочек нет вообще никаких возможностей посетить своего любимого человека, то есть отношения на долгое время поставлены на паузу. Их, конечно же, интересует, как вообще, что может ли он ко мне прилететь. Многие пасаны дезинформируют своих девочек, говорят, что я не могу, там все запретно, все, нельзя, можно. Причем здесь не ждет их никакого карантина, ничего, никакой вот этой всей лабуды, но если только это не установлено правилами там вашего конкретного региона, этого не было. Я вот сюда, когда прилетала, возвращалась, тоже нет никакого карантина, просто надо было результаты теста предъявить, и все, все. Вот так вот. Если у вас есть виза, но вы не гражданин Кореи, но вы находитесь сейчас в Корее, у вас есть какая-то виза, вам нужно лететь в Россию, тут немножко есть тонкости, нужно узнать, какая категория у вас визы, и нужно ли вам взять перед вылетом в Корее разрешение на въезд в Корею, обратный въезд. Потому что для граждан это не нужно, а для обладателей разных категорий виз это может понадобиться. Поэтому нужно в иммиграционном офисе уточнить, какая у вас категория визы, чтобы вы могли лететь в Россию, и из России обратно без проблем туда вернуться. Потому что, ну вот, может быть какие-то накладки. Вот и все, вот такая информация. Когда возобновить свободный въезд, остается порассуждать только на эту тему. Понятно, что не только по визам теперь, которые не так просто получить свободный въезд. Ну, под свободным въездом все, в основном, подразумевали въезд целью туризма. Потому что до этого он был режим безвизовый с Россией и Кореей. И можно было свободно летать, не оформляя никакой визы, на срок до 60 дней непрерывного пребывания, да, и с условием выезда до 90 дней. Можно было вообще лететь без визы. Сейчас этой возможности нет вообще. Получить туристическую визу нет возможности вообще. То есть власти Кореи, чтобы вот как-то не нарушать эпидемиологическую обстановку, вот этими какими-то снующими туда-сюда туризмами, эту возможность закрыли вообще. Когда откроют? В принципе, в каких-то новостях и статьях ранее, когда это все оговаривалось, то правительство заявляло, что скорее, что откроют, скорее всего, только когда вот стихнет вирус. То есть вы понимаете, да, сейчас нам не обещают. Нам обещают долгие годы какой-то пандемии, которая экономически как-то, которая является прикрытием каких-то экономических проблем вообще в мире. Шансов очень мало, да, что откроют свободный въезд. Даже по окончании пандемии каковы шансы, что вернут нам без виз? На самом деле я много думала на эту тему, я поняла, что вообще выгоды нет. Я не знаю, зачем был открыт безвизовый въезд для туристов. Наверное, просто из вежливости, как поддержать отношения с нашей страной, вот дипломатия, вежливость. Почему я так говорю? Потому что все вообще туристические конторы, туристические агентства заявляют наперебой, что Корея никогда не была у россиян популярным направлением для туризма. Я думаю, корейцы это тоже заметили. То есть Корея это, знаете, как рок. Рок это популярно, очень популярно, но только в узкой среде, да. Их рокеров не... Редко их песни звучат на радио, мы их редко видим по телевизору. У них есть своя аудитория, которая их обожает и поддерживает. Но нет вот такого, да. И Корея это тоже как... Корея это как рок-группа какая-то, да. То есть у нее очень как бы есть своя группа фанатов, но она на самом деле не такая огромная, как кажется, да. То есть если говорить о людях, которые не предвзяты по отношению к этой стране, они для отдыха ее не выбирали по самым разным причинам. Страна другой уровень жизни, другой уровень зарплаты цен. Соответственно, отдых для наших граждан там реально очень дорогой. И когда Корея сделала безвиз для наших граждан, она ничего себе больших денег не заработала. Она жила только большой геморрой. И чтобы вот ей пришлось охотиться на всяких, ну на людей. На наших прекрасных людей, которые хотели там под предлогом туризма уехать туда и заработать. То есть от такой вот геморрой, да. Ну когда ты сделал себе этот геморрой, тебе не нравится, это как-то не дипломатично взять и без причин отменить вот эти вот... Отменить эту договоренность, что вот по безвизу, да, отменить. А вот сейчас, благодаря пандемии, появилась такая прекрасная возможность эту договоренность объявить. Ну а там время пройдет, можно, может, ее и не восстанавливать, да. То есть возобновить ювизовые требования и с туристов тоже требовать там кипу документов на въезд в страну. Поэтому думаю, что и в перспективе свободно шастать, как раньше шастали, мы уже скорее всего не будем. Есть у меня такое подозрение. Итак, я надеюсь, моя информация была для вас полезной. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем огромное спасибо за внимание и пока-пока!